Привет, Петербург! Здравствуй, страна! Привет, планета Земля! Меня зовут Владимир Антипенко, авторская программа моя, Ваша общественная телевидение. Программа моя называется Театр поэтов. И сегодня у меня в гостях поэт Аль Ру. Здравствуйте, Аль! Здравствуйте, Владимир! Я, как говорил, что вы будете стихи сейчас читать, значит, с этого и начнем. Пожалуйста. Поскольку мы сегодня с вами встретились здесь утром, И меня добрые сотрудники телеканала угостили кофе, Я начну в качестве благодарности за кофе, стихотворение про кофе. Турки кипели арабикой В медных песках Анатолии, На воровийском бездоме Туркам носы мозолили Чайники бедуинские С подсладининым ладаном Белым мокко из Йемена Чёрным мокко из Адена От костерков сандаловых Жарко струям гольфстрима Веет по миру Сирок Мир Иерусалима Между Невой и Невкой Снова блюю Робусты Заваренной самоваркой Девкой Ради любви К искусству Спасибо Поэт Аль Ру Стихотворение про кофе Капидральное Даже я ничего не понял Ну ладно Ну знаешь, завораживает Вот я Когда стихотворение слушаешь На каком-нибудь иностранном языке Не зная языка Вот у меня сейчас был тот же эффект Но может потому что я сегодня тоже бежал с утра через мост Там пробка у нас на большом Имеется ввиду От спортивной Вот сюда Хорошо Рассказывай Кто ты? Что ты? Я человек Первое Точно? Хомо сапиенс Уверен в этом? Хорошо Хомо сапиенс Вроде бы Иногда я сомневаюсь в этом Творческая личность Учился, родился Чего там у тебя было? Учился, родился Жил Ну где учился? Где родился? Ядрен батон Родился в Ленинграде Естественно Учился в Белоруссии В университете На ИСТФАК И поэтому мои стихи Изобилуют всякими Историческими Аллюзиями И непонятными Для некоторых Словами И так далее И тому подобное Работал учителем Кем-то только не работал Около Пятидесят Наверное Профессий А еще какие-нибудь Кроме учителя Кроме учителя Худрук театра Завмус Генеральный директор Коммерческого предприятия Бомбило таксист Землекоп Топер Топер Само собой На фону играешь Откуда музыка взялась Музыка взялась Самоучкой Давай стихи Потом дальше Стихи Потом дальше Поэт Аль Ру Ваше общественное телевидение Поехали Чтобы окончательно Ввести тебя в ступор И разбить незнакомыми словами У меня есть на японском Ну хорошо Значит Это про то Как пишутся стихи иногда То есть мне попался на глаза Я писю стихи Сегодня Так? Да Попался мне на глаза Иероглиф Меня заинтересовала его история Оказалось что это Иероглиф Обозначающий Некий отряд Партизанский Который в девятнадцатом веке Сражался С Императором Против объединения Японии Для того чтобы сохранить Эту феодальную раздробленность И так далее И История мне понравилась И такой стих Родился Там будет несколько терминов Японских Но они имеют отношение К названиям фонариков И самого этого отряда Фон на реке Багряный Из Киота Фонарики Чечин Мерцающие Скадры Вплывают Питер И сфинксы Жмурятся Грифоны Расправляют Крылья Львы Рычат И лошади Срываясь По стаментов Сверкают Отраженными В зрачках Иероглифами Шин Сен Гуми Из волчьего отряда До старости Дожили Трое Все остальные Полегли Без колебаний И раздумий А стоит ли лить Реками Свою Чтобы наполнить Океаны Вражьи Кровью Вторую сотню лет Тухрама Не гаснут Саку Киринага И светом Заостряют В копья Вечно зеленую Бамбуковую Поросль И я Во сне Готовясь К бою Советуюсь Со смертью И не колебаясь Присягаю Склоняясь Перед знаменем Под белизной Иероглифа В кроваво-алом Фоне Верность До гроба И немного После Вот это Иероглифы Обозначало Это понятие Верность До гроба И немного После Она мне так понравилась Поэтически Что Дорогие друзья Поэт Аль Ру Слушай А вот Тебя Нравится мне Льется Твоя поэзия Недаром Да Все Ну я редко Пишу Я не пишу Каждый день Я не могу так Мне надо Толчок А сколько всего Ты стихов Ну около 300 За 8 лет За 8 лет А раньше Не писал Ну раньше Очень редко Это были тексты Песен в основном То есть Это мучительный процесс На самом деле На самом деле Песню сочинить Гораздо сложнее Особенно когда Есть мелодия Да И надо Подобрать соответствующие А можешь фрагмент Акапелла Фрагмент Просто буквально Кусочек Могу Давай Альру Собственной песни Из древесных глубин Из стальных паутин Из спиралей пружин Из синтетики клавиш Черный и белый Извлекаю я ритм И в кричащей толпе И в ночной тишине Словно узники Три печальных аккорда Законных в ритм Моих спутники Слушай А ты когда Вот на Невском 24 В арт-салоне Вот у нас там Проект HD поэзии идет Да И кстати Вот В эту среду Приходите У нас вход свободный Тоже будет Четыре поэта Очень интересных Ну в интернете Посмотрите Кому интересно Поиск по группам Вконтакте Театр поэтов И там все найдете Вот И тебя тоже можно найти Альру Его тоже можно найти Господина Аля Мне можно везде найти Да И там ты Когда вот пел Еще переходил На такие высокие Какие-то Это была медленная песня Я пел там Другую совсем Ну ладно Хорошо Про танец Ну в общем Пронзительно Человек играет Очень классно Ты в музее Державина Когда там инструмент стоял Гибетировал В твоей программе Да Я сыграю Думаю Блин Кот в мешке Я же не знаю Как он играет Что Ну ладно Хорошо Хорошо Но я зрителей предупредил И он как начал играть И все затихли И слышали Здорово Давай А тебе дальше Почему Альру Альру Это аббревиатура От моего имени Настоящего И фамилии Зовут меня Александр Румянцев На самом деле Ага Ну поскольку Румянцевых Очень много На Руси Великой Особенно Когда А тут еще Египетское Что-то есть Альру Арабское А Ну да Арабское Арабское Мне это понравилось В принципе В общем-то Поскольку В интернете Надо как-то себя Идентифицировать Потому что Румянцевых Начнешь Да Поэтому Ну вот Я его в детстве Придумал Еще когда В школе учился Хулиган Потом забыл В школе Хулиган Хулиган По-разному Да Все мы хулиганим Некоторые До сих пор Слушай У тебя есть О любви стихи? Что-то все Какие-то там Ирографы Сейчас я прочитаю Давай о любви Опять-таки Связаны с кофе Женщины любишь вообще? Кофель А кто ж их не любит? Хорошо Хотя есть Есть Определенная категория Людей Мы любим Все людей Там все Давай Пожалуйста Спасибо Оно такое Немножко длинное Но так сказать Затрагивающее Очень много Аспектов Отношений В том числе И возрастные Там И прочие Называется Твой капучино Понемевший Кисть Терминатора Немножко Сотрясенно Проломленная Нашего И я прощаю Немножко Никогда Немножко 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 黑 Немножко 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 кровоточащего кота а для меня еще живого но болеющего неизлечимо твои сияющие глаза улыбка и рука с чашкой бесплатного капучино такое вот да поэма такая вот любовь поэму прочитал ну реально можно мини поэма самая натуральная как получилось иногда получается коротко ты вот когда выступал в арт-салоне в нашем проекте ты там рассказывал какую-то страшную историю начали это реальная была история реальная история то есть у меня это связано то есть я и стихи то начал писать из-за этого в общем-то неожиданно скончалась жена которая всю жизнь занималась звали ее наталья шелок она кинорежиссер поэт писала всю жизнь с детства и так далее то есть она меня ввела в поэзии в свое время то есть я был такой разгильдяй в общем-то поэзии мало интересовался поскольку написала я стал погружаться в то что она пишет стал читать вот цвета его я на меня познакомила в общем-то я до этого был вообще цвета и у нас как-то в советские времена не очень пропагандировалась вот и от нее очень много интересного узнала поэзии в общем-то погрузился а потом она неожиданно скончалась причем нашел ее в подъезде мертвы уже я не знал что она я думаю просто без сознания пробовал делать искусственное дыхание вызвал скорую пока скорая приехала через полчаса мне сказали что она умерла пять часов назад от чего острые сердечная недостаточность причины которые как потом уже при обследовании не выяснили ко мне много стихов осталось много я практически всех выложил на ресурсе сам издат и стихи как еще раз озвучить сам издат наталья шилок ши лок через и через и в поиске появится наталья шилок через меня то есть сам издат или сальру связывая и можно почитать очень я могу кстати быть прочесть да конечно через рот мне поющий звездам жизнь свою час расставания с мечтой за голос мой что смел и юный не дай стать злой мне любительницы сказок и дождей уставший от предательства порой вчерашних и сегодняшних друзей не дай стать злой жизнь когда моя увянет красота и мой единственный окажется с другой во имя прошлого пожалуйста не дай стать злой жизнь когда в последний провожая путь ты надо мной закружишься листвой я и тогда шутну не позабудь не дай стать злой кстати на эти стихи у меня песни есть уже активно дорогие друзья это было поэт наталья шилок в исполнении поэта аль-ру ясно можно нам звонить 971 11 как там телефон то я не помню 99 а 971 19 11 вот может кто-то позвонит и что-нибудь нас спросит я спрошу тебя что будешь делать в ближайшее время что есть там планы творческие я работаю еще без работа на сегодняшний день у меня у меня на сегодняшний дна проблема найти работу и как-то поправить свои кого нужно квартиру там потолок поберите обращайтесь да мы все можем в интернете найдите его дать ему немножко денег за то что он за что-то сделает речь о другом я имею ввиду творческий план что будешь писать поэму там что как я кто ж его знает вот задумывался когда нет скоро тоже уже нет ни в коем случае как я могу задуматься я вот прочитала стефанией данилова стих да она там писала про то что там код про кота код представляешь ему 43 тары ты тары ты мне эта строчка понравилась и вот тут же выдал последнее искушение кота в сапогах код представляешь ей всего 16 всего 16 рыжие пишет стихи код подавившись к этикетам блевану вернул мне сапоги сняв шляпу лапой указал на замок людоеда и выбрав камешек потяжелее с разбега прыгнул в реку знаешь как искусство это стихотворение это пародия да такое среднестатистического имеется ввиду а если там пародия или какой-то вот зная быть когда в теме когда знаешь стефанию данилову наверно еще и лично тогда это очень нет ну знаешь как где на день рождения там пишут там ну да 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 я тебе просто говорю вот как-то спасибо давай давай чем такое глубокое альру поэта звоните нам 971 1911 запомнил я альру нам сейчас кучу своих листочков потому что глубокое вот такое есть очень очень странное творение а тут в общем то называется живая планета планктона кстати подожди поэма что ли нет она не поэма ладно пробу сколько большими буквами сколько поместится если что будет звонок значит альру фрагмент прочитает хорошо мы примем звонок кстати здесь будет немножко вот об этом живая планета планктона черное дерево слоновая кость черно-белая диссонирующая гармония красное солнце пружина и молоточек нить паутины медной стальной или нервной чувствительны каждому слову вдох и выдох крик горловой гортанный внутренней исторгнутой диафрагмы нажатие клавиш аккорд резонанс муравьиными тропами мигрируют все насекомые ползущие в такт летающие в крыло прыгающие бегающие в ногу длина волны до горизонта высота насколько хватает глаз закручивается одновременно циклон и антициклон идеальный шторм ураган утопия акустика замкнутого пространства субмарины на дне тихо лежат не дышат мегатонны смерти не любят шумихи серые капитаны выбирают цели сегодня луна завтра марс их землистые лица будут единственным напоминанием о земле которую больше никто не увидит главный враг шипящий и мыслящий космос киты прислушиваются примериваются вспоминая иону дельфины обмениваются смс наполняя глубины любовью и ультразвуком сигналов сос предупреждая людей которых они почему-то любят но люди не слушают даже друг друга кальмары и осьминоги мягко нащупывают и останавливают присосками щупальцев винты беспомощных авианосцев акулы чистят зубы терзая коралловый риф возбуждаясь от собственной крови предвкушая пир электрический скат полупроводит импульс из центра земли послание океанским жителям ураган утопия утопит весь мир вместе с ковчегом ноевом краб никуда не спешит манна падает сверху из-за зеркалья за которым небо плоти хватит на всех и для рака отшельника у него симбиоз с белой розой очень активный радио и ядовитой актинией он ее на горбу привез как единственную защиту она родилась у новой земли а может быть у бикини за ней он за радиоактивной ядовитой стеной планктон погружается в глубины толщи под марш парада муравьиных полчищ он знает начало начал и причины причин цепочки мелодий жизни до последнего полутона эта планета всегда была планетой планктона спасибо дорогие друзья еще одну поэму поэт аль ру прочитал нам как поэм это так слушай если больше семи строк это уже поэма нет я только за тематике мне это понравилось тема такая что не выразить еще все зависит от исполнителя многое потому что понимаешь в данном случае я вот даже не просто стихи слушал а это это вот вместе с тобой это вот какой-то и это интересный там сюжет какой-то есть методу внутренне такое вот развитие вот и просто здорово но мне очень понравился термин который придумала одна моя знакомая по сам из дату охарактеризовав что я делаю она называла гиперреальность гиперреализм то есть все реально но она переплетается и создает некое такое вот это ты и голос у тебя такой вообще как бы все вместе вот гиперреализм я себе определяю как свой жанр вот буквально у тебя там несколько не знаю 30 секунд что-то еще сказать просто не стихами есть текст что-то сказать или кому-то сказать понятно хорошо значит дорогие друзья вот в интернете можно искать господина аль аля аль ру поэт аль ру также можно искать поэта владимир антипенко он на днях создал паблик такой там все развивается в контакте нас ищите поэта владимир антипенко поэт аль ру и театр поэтов послушайте тоже можно искать там и обрящить ищите владимир антипенко по жизни у тебя какой девиз нет на самом деле девиза на самом деле нет девиза тоже девиз да нет девиза девиз да и господа вот в эту среду в арт салон невский 24 ну тоже самое все в интернете смотрим спасибо аль что пришел порадовал нас своим творчеством очень здорово все дорогие друзья всем пока наверное остается добавить что берегите себя действительно вот все пока